так 30 марта мы свали вот в этом кусочке сада здесь росли десяток очень-очень взрослых 30 и даже старше лет сыновья манджурского абрикоса и все они теперь превратились в дрова вот такие они были вот такие вот видите вот такие они были это доживает свой век абрикосы минус мичуринский вот видите потребности в этих нету его черенках а я удалось увеличить плоды за несколько коленей с 30 до 100 грамм кто не верит давайте подождем еще несколько месяцев они все в цветах да ну и бег у него не такой же длинный все-таки калечил я его будь здоров только ради того чтобы срезать черенки на прививку сильно мучается он все-таки не такой уж и северянин это академик посмотрите на него одна из самых первых он меня прославил знаете когда он уже был взросленький и на нем были первые плоды вот и тогда совершил одну из своих ошибок дело в том что тут висела первые плоды они сейчас на сотни саженцев ой до сотни сайтов то есть они были присвоены то есть я сделал фотографии он еще имел форму эти плоды имели в такую же точную форму академиков классического это потом они начали меняться потому что вот там тоже академик но он уже с круглыми плодами вот это другая тема можете назвать их детильной реализации по железу можете назвать это ложь и мошенничество как про меня говорили выпускницы эти березовки но фотографии не отменишь они стали настолько популярны а фильм был снимала телевидение тоже не на ну никак не наврешь тем более это есть сюжет у меня на диске сейчас скажу на каком на диске номер два и вот тут получилось следующее одна из моих ошибок плоды были настолько крупные на тот момент 2007 год а плоды уже 100 граммовые и на этом дереве была еще и одна ветка сухая я взял и в отчаянии сказал ну вот видите она уже начинает дерево как бы портится постепенно вторая будет сухая долго не проживет надо делать копии то есть надо выращивать следующие поколение вырастил да вырастил она жива до сих пор когда это ему было лет семь значит где-то в 2000 году а сейчас 2024 то есть четверть века назад она до сих пор жива и я вынужден был жизнь доставляла уничтожен сад на острове потоциклистами вот увольнение завода полная демократия то есть живи как хочешь на эту пенсию вот такая уж досталась и вот четверть века спустя смотрите четверть века спустя абрикос академик который сохранил классическую форму дает такие приросты и ни одно научное учреждение которое близко не об этом не имеет и даже не мечтает об этом не эти приросты академика ни мичуринский абрикос утроивший вес плодов никому из науки не нужны как-то я еще одна помню эту сцену вот когда это было москве на международных конференций когда мне отключили микрофон за ересь я до сих пор горжусь по гражданским подвигом но за мной смеялись железово прогнали с конференции так вот там туда я и байкалов мы вдвоем в сибири привезли плоды абрикосов конец июля больше ни один ученый сказать что же это такое как так может быть они просто сроки не ступали может у них уже перезрели абрикосы не дозрели вот нет как раз бы у них привезли много черешин и вишен то есть в садах у них что-то было абрикосов не было и с тех пор и до сих пор эти абрикосы не нужны вот они еще один академик вот он ну удалось продать там несколько десятков черенков я продал вот видите это по заказам работал вот они смотрите видите у меня есть еще один абрикос академик сейчас я покажу он не тронут вы сейчас будете в шоке их на всю россию не так много я могу сейчас если все абрикосы академика обойду вот но и в сумме где-то нарезано у меня одну черенков 20 вдруг еще за это за при купят черенков 20 еще сотни мог бы срезать это немыслимое богатство для россии немыслимое невиданное это тоже самое что сейчас взять открыть месторождение золотых слитков где-нибудь подмосковье вот или в достаточно цивилизованной сибири что такое цивилизованная сибирь вот рядом транссиб вот рядом аэропорты крупные города красноярск минусинск нет минусинске не знаю в бакане и вот я думаю господи как же мы до такой жизни дожили не нужно вот я представляю сейчас бы геологи сказали министерство финансов высказал не нужны и золотые свитки не нужны нами так хорошо вот не нужны зачем нам мы настолько богато живем что у нас пенсионеры в золоте купается зачем нам эти свитки вот последний нет не последний но не тронутый вот он видели это еще один академик отличаются академики чем к весне у них становятся вот такие вот эти вот такие вот побеги я уже не раз рассказывал показывал этим они сильно отличаются от любых других абрикосов вот их это у академика вот такая вот окраска они становятся рыжеватыми и с пятнами поняли да вот ну что видели это богатство невиданно неслыхано это что килограммовые слитки где-нибудь посреди россии и вот только наклонись положим мешок отнеси их в банк это сразу вся страна и так и тут сколько богатство здесь скрыто вот таких вот садах мой сад бодера латинкова где же вы наука как же так что же вы творите что же вы творите почему вы не творите от слова творить все маленький этот закончу вот он дальний восток серафим вот вы знаете не нужен серафим вот видите там вон веточка была отрезана но кто-то черенок попросил да вот вот еще вот еще кто-то три черенка попросил и он еще несколько десяток черенков на всю страну у меня упало дерево одно серафим ему было 30 лет помните мы стояли вот несколько минут назад я пень показывал ну чуть дальше такой же пень и этот серафим который дал 30 ведер 30 вот и все таки он дерево рухнуло вот она так рухнула что спасти уже было нечего и там стоит пень вот это не то что я специально вырезал а просто она рухнула и погибла 30 ведер абрикоса я ничего не выдумал фильмы были фотографии были и вот теперь после него вот это вот не груша единственное дерево у меня есть молодые серафимчики вот это дерево серафима это дальний восток вот да он посажен на холм он по крайней мере посажен на манджурской абрикос а это значит что ему гарантирована морозостойкость необычная для него 40 градусов это что для вас замерзнуть в крыму в июле месяце не замерзли в июле в крыму нет и вот она тоже примерно 40 не замерзли я все это говорю в отчаянии вот это вот молодежь она не на этой молодежи уже есть цветы я напоследок еще расскажу эту историю значит я упомянул фамилию боднера он гений скромный советский гений когда он умирал его последняя фраза была константинович мы фраза при общении со мной константинович мы с сыном перевернули весь интернет меня нету и это горел человек которого в саду растут самые северные в мире черешни вот когда в брянском институте их уничтожают занимаясь тем что вот мы сейчас искалечим и они станут более морозостойкие вот это вот это есть а он вырастил самое высокое через меня было 15 метров дикие урожаи в основа когда он ее спилил занимала половину четырехсоточного участка или треть а там было в основании у меня есть фотография я сфотографировал пень диаметр пня 90 или 100 сантиметров поняли и вот что получается я в боднера еще раз я у него в гостях борисович у тебя сколько было уже прекратили плодоносит ну не вы вышел срок эти эти уже сентябрь абрикосовые деревья пустые сколько сортов у тебя три какой из них лучший твой петр великий и показал мне вот такие вот пальцами еженец вот так пальцами показал ну а к тому времени мой петр великий погиб который я привез украины и он ко мне вернулся уже таким длинным путем я дарил черенки боднеру боднер подарил мне мой же вот и сейчас вот они молодые деревья ждем плодоношения доживем до осени смотрите все цветах это молодежь боднера нет живых уже пора бы переименовать что ли потому что он помог спать для сибири для всей россии то что я привез береславского района вот там где могила моего отца мамы бабы деда я привез абрикосы который сдавал плоды до 150 и более грамм ну что ждем давайте на этом я закончу нет я не хотел на этом закончить посреди на разговора теперь ближе к телу или к делу опять возвращаемся опять дело в том что кроме уникальных вещей петр великий или академик только сейчас мы говорили о нем еще вырастил молодежь неизвестного происхождения третьим этажом что мы имеем мы имеем десятки сотни веток конечно в счете закончу обрезку специальная обрезка и тогда костер пойдет тысячи уникальных веток не верите но как глядите не замазал пропустил вот это чудо видели не принимает чужаков вот это должен быть третий этаж мертвая мертвая видели мертвая мертвая а почему не принимает потому что если у меня есть деревья где принимает это уже несколько поколений они сроднились а здесь нет это чужак а я о нем ничего не знаю константинович посылка пошла там такое чудо единственное 5 вот смотрите это еще и жалко несчастная по моему уже наверное мертвая не принимает чужаков а сама она что мне делать я не знаю что это будет она не плодоносила посмотрите это все сейчас я возьму длинный секатор все это будет срезано потому что это мне нужно чтобы ветки каждый раз пушилась на 34 любой из этих отрежу вон они до двух метров длины вот отрежу оставлю 6 7 почек с помощью длинного секатора и там каждая почка должна будет дать по нескольку веток и если это правда шедевр то у меня сразу на распространение будет уже не раз два три четыре десять веток а уже будет 30-40 а учитывая еще вот эти уже наверно около сотни веток вот есть это шедевр но другое дело я никогда не продам потому что если уж академика с такими плодами никто не меня черенки не покупает персики не покупают персики которые 40 градусов держит на всю россию можно рассадить по всей россии не нужны а вот это еще руки не дошли знаете почему я вот эти обрезал а здесь приняла не все приняла видите вот раз приняла два приняла раз не приняла два три не приняла вот четыре не принял а это чужаки вот как получилось у них каждая своя история и то же самое ведь когда заплодоносит она заплодоносит цветы уже есть вот они в том времени она вся будет вот это дерево вот это все вот это я через две-три дня все это будет уничтожено как все приросты последнего года и даже двух годичные будут отрезаны двух годичные почему чтобы она потом дала вот это вот дала с молодые побеги сколько те теряется это же понимаете если это было бы мой сад вы купили бы но за дешево нет это бы миллионам надо 50 чтобы мы сергеем отказались от этого сада да и отказываться не надо вот директор филиала сибирского филиала академии темирянской академии да вот директор а как бы звучало сергей железов я уже не горжусь по возрасту вот ну меня как консультанту я подрабатывал да не без этого вот что оно должно быть и все эти уникальные вещи достались бы науки я уже сам придумал эту должность господи да где же вы там уже не эти ведь страну надо накормить не отравой 40 обработок ядохимикатами каждый год и все это попадает на стол это же не цифра то не выдуманная не преувеличена 40 обработок среднем что же вы творите а вот кто когда грохнет кулаком по столу прекратить спать вот так не можете сами найдите наследников боднера вот бродского железова искать не надо я еще живой вот как так получилось я не знаю вот это дерево будет уничтожено уже сергеем договорились только осталось пригласить моего друга этого самого он миллион деревьев нам не меньше за свою жизнь спирил в тайге вот это сухотая линия как получилось что она выжила я вот там вырастил из косточки он на том участке вдали там 300 метров а здесь я его посадил почему я выделил да потому что на нем листья были длинные и не абрикосовые видите видите вот и тогда я как чудо ждал первого урожая дождался долго он засеянец оказались плоды мелкие и невкусные теперь он будет уничтожен но именно этот мелкие невкусные все каталиния он обладает невероятной морозостойкостью мне да не нужен да будет спирен но если это превратится филиал академии так тогда кажется что его не выпиливать надо а берку вешать чтобы не дай бог кто-то как кто-то здорово не выпилил вот охраняется инска потому что у нас не бывает заврядных сортов самое морозостойки в мире самое